здравствуйте дорогие друзья я приветствую вас на канале youtube и доктор лена березовская мы сегодня поговорим об использовании лекарственных трав при планировании беременности и беременности мне вообще-то очень хочется на эту тему написать целую книгу это же который же материал потому что чрезвычайно много мифов и слухов добралась до нашего времени и до сих пор я получаю например письма где вы спрашиваете можно ли принимать шалфей можно ли принимать цикорий и ряд других но большое количество растений например ходе планировать беременности или даже при беременности так вот изучая историю прошлого истории медицины женской жизни акушерство гинекологию копая глубоко практически к временам древнего египта древнего рима древней греции и в дальнейшем всех других эпох и цивилизаций да я могу сказать что конечно же с использование вот этих растительных средств а также веществ производных но животных минералов и много других веществ все это было как часть знахарства и цели целительства и с этого начиналась медицина но в те далекие времена довольно часто даже знахари и врачи и того времени ничего не знали именно о непосредственном воздействии большинства трав плодов их коры и листьев и тому подобное то есть эта тема была очень изучена очень скажем поверхностно и нередко например какие-то лекарственные травы или просто травы и растения назначались только потому что их название было было созвучен с какой-то проблемы к нашему времени дошел такой вот миф и вернее это был искусственно созданный миф не так уж давно который превратился в мошенничество в реальные ну так сказать в реальный заработок денег на незнание людей это продажа баровой матки когда даже врачи назначали своим пациентам эту так сказать лекарственную траву кстати баровая матка никогда не было в списке лекарственных травм ни одного народа мира и это совершенно искусственно созданное мошенничество но опять же почему вдруг люди как усердно стараться принимать какие-то травки тут сказать тут может быть множество теорий одни скажем не верят уже обычную медицину другой другие считают что в травках ничего страшного нет это не яды якобы то есть они не нарушат здоровье но вот как раз возвращаясь опять же этим древним временам я нашла данные что врачи того времени нет не разрешали не рекомендовали принимать любые отвары трав для тех женщин которые планируют беременность и особенно беременных было это связано с тем что во первых действительно многие травы содержали яды довольно токсические алкалоиды которые могли повред ну принести вред женскому здоровью и концентрация этих веществ никогда точно не измерялась и были довольно часто случаи отравления и даже смерти женщин только потому что они принимали эти отвары то ли с целью забеременеть то ли избавиться от ребенка потому что как раз абортивные вот эти травы были очень популярны или же например чтобы привлечь любимого мужчину или мужа как зелье как при приворотное зелье приворотный отвар поэтому врачи действительно предупреждали не как не использовать вот эти все отвары эликсиры и прочее беременным женщинам не разрешалось также принимать эти травы не только из-за токсичности а потому что была борьба за наследство и нередко такие отвары используя с целью нанесения вреда женскому организму вызову аборта или же скажем чтобы просто убить женщину потому что она носила в себе наследника будущего наследника времена эти конечно миновая но тем не менее популярности различных растений и средств из растений до сих пор существует и не удивительно например что многие лекарственные препараты тоже digitalis например получены из растительных средств то есть это растительного происхождения и хотя сейчас многие лекарства которые раньше мы получали из растений даже тот же прогестерон мы получаем синтетическим путем все равно значит большая большое количество растений продается в аптеках виде различных сборов или просто виде каких-то чаев и вообще как лекарственные средства но также что говорит например доказательная медицина в отношении того насколько безопасно использовать эти травы хотя бы например в ходе планирования беременности еще беременности нет я вас разочарую что практически из огромнейшего списка лекарственных трав и растений которые мы использовали в медицине или используем до сих пор как фитотерапия большинство имеет как раз негативное влияние на матку на эндометрии то есть есть травы которые могут вызывать кровотечение мы их называем именно гоги из травы которые могут вызывать сокращение матки и иметь абортивный характер то есть абортивные свойства то есть вызывать выкидыши и это тоже нужно учитывать и таких трав к сожалению очень много например все знают но все любят кушать тот же ананас оказывается что она нас в зеленом виде используется довольно часто у африканских народов как абортивное средство и таких примеру можно привести очень много цикорий шалфей они тоже обладают абортивными средствами многие многие приправы специи тоже петрушка например кориандр и сельдерей и ряд других они действительно могут повышать сокращение матки все значит сущность заключается в том что все зависит от количества который потребляется женщины поэтому небольших количествах какого-то негативного эффекта может вообще не быть скажем если это количество большой или же прием регулярный или скажем нет не контролируется даже контент концентрация веществ которых же который женщина принимает например концентрация чаю которая женщина заварит с этими травами то мы не можем предсказать никакого действия и есть ряд публикаций которые показали например что женщины которые принимают различные травяные чаи имеют более высокий уровень потерь беременности тем чем те которые не принимают потому что во многие лекарственные и вообще травяные чаи ходят значит травы растения которые могут вызывать повышенное сокращение матки и также иметь вот этот абортивный характер например тоже гибискус поэтому нужно быть очень осторожным выборе чаек которые вы принимаете в отношении беременности я вас тоже разочарую наверное многих что практически все медицины мира в том числе тибетская китайская рекомендует не принимать никаких лекарственных отваров чаев эликсиров и прочего беременным женщинам потому что известно что действие таких вот лица растительных ну растительных препаратов непредсказуемо на плод на беременную женщину ведь когда женщина беременна эти травы эти растения могут воздействовать не только на организм матери но организм плода и поэтому действительно могут вызывать определенные нарушения со стороны развития плода у меня на официальном сайте есть статья которая так называется лекарственные травы и беременность где я привожу таблицу с названиями большого количества растений которые вы используете своей повседневной жизни но по крайней мере многие из этих растений например виде чаев или скажем просто как пищу и поэтому необходимо быть осторожным особенно когда мы говорим о количестве того что вы поглощаете иногда даже суммарный эффект нужно учитывать и когда значит когда вы становитесь беременным таких трав или растений которые совершенно безопасны при беременности не так уж много из них остались безопасными это имбирь например который мы рекомендуем женщинам 1 1 3 месяца при наличии тошноты и рвоты потому что чаи или сами с имбиря или сам имбирь улучшает состояние женщин многие женщины хотя некоторые говорят что они не переносят имбирь им становится даже хуже но например малина используется до сих пор некоторыми акушерками северной америки и европы для якобы размягчения шейки матки подготовки к родам то есть такие чаи прима используются даже официальной медицине ромашка которая тоже используется хотя при беременности ее нельзя принимать препараты ромашки нельзя принимается второй половины беременности и ряд других якобы безопасных в реальности нет лекарственных растений лекарственных трав могут оказаться не совсем безопасными во время беременности Поэтому, все, кто интересуется этой темой, я рекомендую почитать эту статью, которая так и называется «Лекарственные травы и беременность». Про другие травы, вообще на эту же тему я постараюсь создать еще больше постов и, конечно же, надеюсь, что я в конце концов создам очень полезную, практичную книгу, чтобы женщины, которые планируют беременность или которые беременны, могли пользоваться этой книгой в плане оценки тех растений, которые они используют как пищу или как приправы или как чаи и знать, что можно, что нельзя во время планирования беременности и беременности. Всего хорошего, до свидания!